Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы поговорим об эфириуме. Сомнительные спекуляции. Сегодня мы пройдемся по сомнительным спекуляциям для эфира и в этом видео, что бы я хотел сделать, это поговорить о том, следует ли он все еще пути 2016 или 2019, отклонился ли он хоть чуть-чуть и каковы могут быть стратегии, чтобы ориентироваться. Первое, что я скажу, когда мы говорим о чем-либо, кроме биткоина, это посмотри, что он делает на своей паре к биткоину. И для эфириума это имеет смысл пойти посмотреть на его пару с биткоином. И, как я говорил пару недель назад, когда эфириум к биткоину ушел по точке 04, я сказал, что пора начать разворачивать свой взгляд. Это не означает, что эфириум к биткоину не может пойти ниже. Может. Это возможно. Но одна вещь, о которой стоит подумать, и я говорил это много раз, это то, что в 2016 и в 2019, после того, как эфириум к биткоину устойчиво пробился вниз. Он нашел дно в течение 8-9 недель. И если вы посмотрите на точку пробоя вот тут в июле, вы можете видеть, что этот последний минимум появился примерно через 8 недель после устойчивого пробития эфириума к биткоину. Из-за этого это не имеет смысла быть все еще настолько открытым медвежьим по эфириуму к биткоину. Есть конфликтующие взгляды, например. Один из них — это если наложить все активы, которые держит Федрезерв, то вы можете видеть, что в прошлом цикле эфириум к биткоину нашел дно, когда Федрезерв развернулся с количественного ужесточения на смягчение. И они все еще этого не сделали в этот раз. Если провести линию, где это было тогда, вот что отметило непосредственное дно для эфириума к биткоину. И они еще этого не сделали. Но есть сценарий, где эфириум к биткоину отскакивает до ленты поддержки бычьего рынка, опять спускается и рисует двойное дно, как он сделал это в 19-м. И, может быть, второй минимум будет соответствовать развороту с ужесточения на смягчение. Моя точка зрения в том, что есть очень много противоречащих взглядов, противоречащих индикаторов на тему того, было ли дно у эфириума к биткоину. С одной стороны, у нас есть более мягкая денежная политика в том плане, что мы только что получили срез ставок на 50 пунктов. И рынок все еще указывает на то, что срезов будет больше. Если ты посмотришь на CME Group и посмотришь на ожидания рынка по срезам ставок, рынок сейчас склоняется к еще 50 пунктам в ноябре. И в декабре еще 25 пунктов. И 28 процентов, что будет еще 50. Из-за этого мы не можем сказать, что более мягкая денежная политика это что-то из будущего, когда это уже происходит. Так что из-за этого, это имеет смысл, по крайней мере, стать нейтральным, по моему мнению. Так же как в девятнадцатом, где имело смысл после вот этого периода в два месяца занять нейтральную позицию в подготовке к движению наверх на следующий год. Что интересно, это то, что в 2016 минимум был в декабре для эфириума к биткоину. В девятнадцатом минимум был в сентябре. Но декабрь был попросту вторым дном или слегка увеличенным минимумом. Что вы можете получить, это мы можем пойти прямо сейчас немного ниже, все возможно, конечно же. Но в какой-то момент у нас будет отскок на эфириуме к биткоину. И моя догадка в том, что на первом подходе к ленте поддержки бычьего рынка мы отвергнемся, так же как на первом отскоке. Мы отверглись в шестнадцатом и девятнадцатом. Но потом мы откатились, консолидировались и на следующей попытке мы пробились. Так что я не буду удивлен, если что-то подобное отыграет опять, где эфириум к биткоину находит минимум. И опять же, минимум мог уже быть. И опять же, я бы сказал, что потенциальными путями может быть что-то вот такое, где он отскакивает наверх, опять вниз и потом поднимается наверх. Еще одним путем, может быть, мы спускаемся немного ниже, может быть, на максимум шестнадцатого, на точку 0.36 и потом отскакиваем. Но я должен сказать, что мне кажется, что окно для чего-то подобного закроется довольно скоро. И окно может опять открыться в декабре. Опять же, вы видите, что в девятнадцатом окно открылось в декабре для установления эфириума к биткоину нового минимума. Но в итоге это был увеличенный минимум. Я бы сказал, что если это не произойдет скоро, то эфириум к биткоину начнет это ралли к ленте поддержки бычьего рынка. После этого следующее окно может не появиться до конца года. Может быть, пройдет пару месяцев до этого. Но это не то, почему вы здесь, ребята. Вам не важно, что делает эфириум к биткоину, хотя я пытаюсь объяснить, что это важно. И пытаюсь объяснить, что как сохранить оценку в Сатоши вашего портфолио, это оставаться по большей части в биткоине, пока высокие ставки и ужесточение, и разворачиваться только после этого, потому что все в это время стекает к биткоину. Но, вне зависимости от моих усилий, многим не важно. Так что давайте смотреть на эфириум к доллару. Итак, эфириум к доллару. Одна из интересных вещей в том, что он на самом деле все еще следует пути 2016-го и, можно сказать, до какой-то степени 19-го. И я хочу показать, о чем я. И мы об этом много говорили, но если вы пройдетесь по тому, что произошло в 2016-м, произошло в 2019-м, есть реальность того, что у вас есть январь. Не хотел делать это во время видео, но если мне надо это делать, то вам придется на это смотреть. У вас есть все эти месяцы. И что интересно, это то, что в 2016-м, давайте вот здесь вот 16-й и вот здесь 24-й, что я нахожу интересным. И рынок может разойтись в любой момент. И как я говорил, с эфириумом к биткоину под 0.04 уже, имеет смысл хеджироваться. Для меня не имеет смысла больше быть на 100% в биткоине. Потому что, если рынок в первую очередь, если рынок будет расти, есть шанс того, что эфириум обгонит биткоин в 25-м. И если рынок будет падать, не факт, что эфириум пострадает сильнее, чем биткоин. Это не ясно. Не так ясно, как было ранее. Я думаю, что это имеет смысл. И если вы посмотрите на 16-й и 24-й, просто пройдитесь. Вот 16-й январь, февраль и март зеленые. 24-й январь, февраль и март зеленые. То есть, у вас попросту есть первый квартал года, который совпадает идеально. Первый квартал совпадает идеально. У вас есть каждый месяц зеленый. Теперь появляются нюансы, потому что теперь рынок успокаивается немного. Апрель 16-го красный. И апрель 24-го красный. Теперь мощный аптренд, который начался в сентябре-октябре предыдущего года. Вот этот начался в октябре. Этот начался в октябре. Аптренд встал под вопрос к апрелю. И в 16-м, и в 24-м. Эфириум был красным в апреле. Но потом в мае он перевернулся обратно в зеленый. И я сказал это тогда, что часто происходит, и это было много раз. Если вы посмотрите на многие различные годы, где биткоин и эфириум шли параболически, начиная с 4-го квартала предыдущего года, часто что происходит, это последние две недели апреля биткоин падает, и все такие, продавай в мае и уходи. И что обычно происходит, это то, что в мае рынок отскакивает, и потом получается летний спад. Так что рынки отскакивают в мае, и потом спускаются позже летом, когда становится более очевидно, что будет летний спад. В обоих случаях май был зеленым. И теперь у вас есть все, кто в панике впрыгнул в вершину, скорее всего испугался в апреле, и продал в конце апреля, потому что продавай мае и уходи, а потом рынок сорвал им лицо, и опять вырос. Они потом впрыгнули на фомы опять внутрь, не нужно было продавать, и потом начинается летний спад, где в июне, июле и августе красные месяцы, каждый месяц. Июнь, июль, и август красные, попросту все лето красное. Даже учитывая, что многие люди были бы убеждены, что так будет в конце апреля, они скорее всего перестали в это верить и заралили в мае. Опять же, мы говорили много об этом тогда. Я знаю, что многие не помнят, потому что это было не то, что люди хотели тогда слышать, но это то, что произошло. У вас попросту было три месяца подряд, которые были красными. И я выложил это видео в прошлом месяце. Сказал, ребята, если фрактал, и это даже не фрактал, это просто паттерн, если паттерн повторится, и опять же этого может и не быть, но если так будет, у вас будет зеленый сентябрь, потому что в сентябре 2016 эфириум был зеленым. И если вы помните, есть два предыдущих года, где эфириум к биткоину пробелись вниз. Два. 2016 и 2019. В оба эти года эфириум был зеленым. В 16-м зеленым и в 19-м зеленым. И часто эфириум не зеленый в сентябре. Он был зеленый в 23-м, но и биткоин тоже, и это было только слегка зеленым. Но если вы посмотрите на 22-й, эфириум был красным, на 21-й сентябрь эфириум красный, не знаю, сентябрь 20-го эфириум красный, сентябрь 19-го эфириум зеленый, сентябрь 18-го эфириум красный, сентябрь 17-го эфириум красный. Так что действительно два года и сентябрь 16-го, пардон, сентябрь 15-го эфириум был красным. Так что было всего три года, где эфириум был зеленым в сентябре. Пардон, 4. 16, 19 и 2023. Я сказал 4, потому что я предполагаю, что если ничего не случится за выходные, то эфириум будет зеленым в сентябре. Итак, мы возвращаемся к зеленому. Зеленый месяц. И это не значит, что ралли окончено. Оно может продолжиться, это возможно, и мы об этом поговорим чуть позже. Но вы можете видеть, что этот паттерн отыгрывает пока что. Опять же, это не означает, что финальная фаза тоже отыграет, и я хочу, чтобы было ясно. Как бы весело это не было, сомнительно тут спекулировать и пытаться предсказать, что будет. Один день ты думаешь, что ты гений, а на следующий день рынок говорит, что это не так. Я не могу сказать, как много раз. Люди переходили от того, что думали, он знает точно, куда идет биткоин, и каждый раз, когда он двигался наверх, все осыпали меня мусором. И это был просто уменьшенный максимум. Это брутальный рынок. Сложный процесс. Наблюдать, как это отыгрывает. Но это отыграло. И вопрос, отыграет ли финальная часть паттерна 2016-го. И, к сожалению, опять же, это одна из тех вещей, где вы надеетесь на лучшее и готовитесь к худшему. Это абсолютно нормально, если вы захеджировались. Эфириум к биткоину, скорее всего, либо нашел дно, либо очень близко к дну. Я бы сказал, что если точка 0.3.8 не сможет удержаться, то может быть точка 0.3.6. И худший случай точка 0.3. Но я не думаю, что эфириум к биткоину пойдет на точка 0.3. Я бы сказал, это худший сценарий, но это не мой основной сценарий. Я бы сказал, что это более вероятно, что точка 0.3.6, точка 0.3.8 удержатся, нежели что эфир уйдет на точка 0.3. Но посмотрим. Итак, что произошло в 2016? В четвертом квартале. В итоге было 3 красных месяца подряд. 3 красных подряд июнь-юль-август, и потом 3 красных октябрь-ноябрь-декабрь. Итак, что интересно, это то, что... Это то, как 2016 отыграл. И я помню, что я говорил об этом очень много. Я помню, как это было брутально. И мы много об этом говорили. И как к концу все были так деморализованы. Давайте проигнорируем фитиль в июне. Просто представим себе, что у нас есть только недельные закрытия. Игнорируем фитиль. Как много времени потребовалось эфириуму, чтобы пробить предыдущий максимум? Устойчиво. Не просто фитилем. Март установил максимум. Июнь был фитиль выше. Но в основном мы оставались ниже. Это был полный год. Март 2017. Это был март 2024. Что если эфириум пробьет этот максимум, но только в марте 2025? И это именно то, когда доминация биткоина падает. В год после года халвинга. Так что стоит задуматься, а есть ли место тому, что так будет? Что потребуется еще пару месяцев, и я не хочу быть плохим парнем. Я могу пойти и разыскать все обычные сценарии. И, кстати, одна из вещей, которую стоит помнить, если вы смотрите на это и думаете, где будет биткоин. В 2016 биткоин на самом деле рос, когда эфириум падал. Что удивительно. Биткоин рос, а эфириум падал. Так что есть сценарии, где это происходит, но мне кажется, эфириум гораздо более коррелирован к биткоину сейчас. Так что я бы предполагал, что если биткоин будет расти, эфириум тоже будет расти, и если биткоин будет падать, эфириум тоже будет падать. Я бы не предполагал, что он последует вот этому паттерну, где биткоин растет в четвертом квартале, когда эфириум падает. Тем не менее, есть возможность того, что это будет. Просто я это не рассматриваю как наиболее вероятный сценарий. Итак, что происходит в четвертом квартале? И если четвертый квартал будет красным, куда это поместит эфириум? Вы можете видеть, что в 2016, когда эфириум спустился, он пробил минимум от апреля. И также пробил августовский минимум. Он ушел под августовский минимум. Есть также плохой фитиль вот здесь в августе 16-го, так же, как было в августе 24-го. Но одно из ключевых различий, одно из различий между 16-м и 2024-м в том, что в 16-м, в сентябре, эфириум быстро восстановился от этого фитиля в августе, и сентябрьское ралли вернуло его обратно к максимуму марта. Сегодня это будет соответствовать 4000. Но в этот раз не было столько силы. В 2024-м было немного слабее. Вместо возврата обратно наверх, он все еще застрял вот здесь. И если вы посмотрите поближе, давайте посмотрим на недельный таймфрейм. Если вы посмотрите поближе, что вы увидите, это то, что... Мне нужно все удалить. Секунду. Я не хочу все это удалять. Дайте-ка я открою эфириум к доллару и открою другой график. Мы посмотрим вот здесь. Теперь вы должны сказать, окей, а почему это слабее, чем в 2016-м? Потому что в 2016-м, опять же, вы можете видеть, что эфириум, ну то есть мартовский минимум в 2016-м, эфириум оставался над ним плюс-минус, пока он не получил фитиль в конце года. Но в этот раз мартовский минимум легко выбили. Было гораздо меньше силы в 2024-м, чем в 2016-м. Это имеет смысл. Эфириум имеет гораздо более крупный маркеткэп сегодня, чем тогда. И это имело бы смысл, что будет сложнее держать его наверху. Имеет смысл, что он не будет так легко держаться. Но мне интересно, является ли частью проблемы для эфира? То, что он все еще под лентой поддержки бычьего рынка. В 2016-м, когда эфириум получил ралли в сентябре, помните? Эфириум был зеленым в сентябре. Когда было ралли в сентябре, он был над лентой поддержки бычьего рынка. У него не было недельных закрытий под ней, а в этот раз были. Видите разницу между 2016-м и 2024-м? Здесь нету недельных закрытий под лентой поддержки, а в 2004-м были. И что интересно, есть очень много других похожих моментов после. В мартовской вершине эфириум спустился на ленту поддержки бычьего рынка и потом отскочил в июнь. То же самое было здесь. Падение к ленте поддержки отскок в июне. Разница только в том, что в 2016-м эфириум удержал поддержку на ленте поддержки, а в 2024-м не удержал. К счастью для нас, есть еще одно сравнение, которое мы можем сделать и сказать. 2016-й это не единственный год, где эфириум к биткоину пробился вниз. Он также пробился вниз в 2019-м. И в 2019-м вы можете видеть, что эфириум также был зеленым в сентябре. И два месяца перед этим были красными. Июль и август были красными, сентябрь был зеленым. Октябрь также был зеленым, примерно на полпроцента, и потом эфириум спустился немного ниже в ноябре и декабре. Но в этом случае, если мы посмотрим на 2019-й, что мы заметим, это то, что эфириум также зажался под лентой поддержки. И что интересно, это то, что если вы приблизитесь на 2019-й, было падение, ралли, еще падение, и потом три зеленые свечи, которые подняли эфириум обратно к ленте поддержки. И потом он отвергся. Но угадайте, где была вершина? Вершина была в сентябре 2019-го. И потом, на следующей неделе, он довольно серьезно отвергся от ленты поддержки. Так что основное отличие между 16-м и 19-м в том, что в 16-м эфириум был над 20-недельным, а потом упал. В этот раз, в 19-м, он не поднимался, пока не начался следующий год. И в этот раз, в 2024-м, он все еще под ней. Но что интересно, так же, как и здесь, эфириум получил три зеленые свечи подряд, которые подняли его до ленты поддержки. А здесь у нас вот третья зеленая свеча. Одна, две и три. Но мы еще туда не поднялись, и нет гарантии, что поднимемся. Но я бы сказал, учитывая, что биткоин над лентой поддержки бычьего рынка, учитывая, что биткоин над ней, и, учитывая, что рынок альткоинов, Total 3, тоже над лентой поддержки, можно предположить, что есть шанс, что эфириум поднимется до нее также. Теперь я хочу сказать, что очень много людей ненавидят альткоины или ненавидят эфириум. Я видел такое раньше. Обычный эфириум, как бы тормоз для альткоин рынка. Часто эфириум может быть последним, что двинется перед тем, как поменяется тренд. Так же, как в конце обычного рынка, вы получаете цунами эфириума, где эфириум растет примерно в два раза примерно за две недели. Мы видели это в конце 17-го, в начале 18-го. В 2021-м мы видели это много раз. Из-за того, что рынок альткоинов над лентой, биткоин над лентой, для меня будет иметь смысл, что эфириум может, по крайней мере, дойти до нее. Я не говорю, что он должен подняться выше, тем не менее он может. Я просто говорю, что если он последует 19-му, он поднимется до 20-ти недельного простого или 21-го экспоненциального. И он сделает это довольно скоро. И вопрос, что же произойдет в четвертом квартале? И я провел много времени думая об этом, споря в своей голове. И послушайте, ребята, можно найти доказательства для любой страны. Легко. Например, если вы посмотрите, если мы посмотрим на сайт, одна из вещей, которую вы заметите, в возвратах после минимума для биткоина, он там, где он всегда в это время. Так что почему бы ему не вырасти в четвертом квартале? Это то, где биткоин всегда в это время в цикле. Буквально там, где были прошлые два цикла, прямо между ними, в этой точке цикла. Так что невозможно смотреть только на это, исключительно на это, и прийти к медвежьему заключению. Вы можете посмотреть на возвраты после цикла цикла. И сказать, ну, есть шанс, что биткоин немного больше сойдется с прошлыми двумя циклами, измеряя пика. Есть шанс. Другая вещь, это, мне кажется, мы должны получить много ясности в следующие пару недель, потому что с биткоином, я говорил это много раз, фрактал 2019-го закончился, когда был августовский минимум. Потому что в 2019-м у вас попросту был вот этот дополнительный минимум, который появился после того, как я думал, что даунтренд закончился, и у нас было двойное дно, биткоин поднялся обратно до ленты поддержки бычьего рынка, и потом пробил структуру уменьшающихся максимумов. У нас была жесткая посадка, но я не прошу сейчас на этом фокусироваться. Для меня это не имеет смысла фокусироваться на этом, пока биткоин не пробился через структуру уменьшающихся максимумов. Если биткоин пробьется через структуру, то это может быть чем-то, о чем стоит поговорить, но пока этого не было. И опять же, я это отмечаю только потому, что мне кажется, об этом больше нигде не говорилось. И мне нравится смотреть на то, где есть риск. Есть ли риск, ассоциированный с рынком сейчас, или только рост в четвертом квартале. Но есть ли риск? Происходило ли это раньше? И можно сказать, что когда биткоин нашел вершину вот здесь в июне 2019-го, он упал примерно на 35%. И вот здесь был первый срез ставок. И когда биткоин получил первый срез ставок, он поднялся примерно так же, как упал. В плане процентов он упал на 35%, и потом поднялся на 35%, потому что это в процентах, он не поднялся до максимума, но упал на 35%, поднялся на 35%. Прямо после первого среза ставок. И потом вы смотрите на это вот здесь, измеряете от вершины, окей, как далеко он упал. Примерно 34%. И как он поднялся? Примерно 34%. И в противовес, да, но Бен, когда он поднялся здесь, он пробил структуру, это было после двойного дна. Здесь есть двойное дно, и у нас только что было двойное дно. Так что вы можете легко сказать, что это выглядит как 2019-й. Попросту, биткоин получил вот это двойное дно вот здесь, так же, как он получил вот это двойное дно здесь, где у нас есть фитиль под него, но минимум в июле и минимум в сентябре. Не похоже ли это? Может быть. Но, просто чтобы мы все понимали, также есть двойное дно перед первым срезом ставок в 2019, потому что Федрезерв буквально срезал вот здесь. И потом, когда он срезал, биткоин поднимался две недели. Так что сложно понять, мы вот здесь и или вот здесь. Так что, когда ты думаешь о том, что сделает биткоин в четвертом квартале, есть сценарий, где эфириум и биткоин расходятся в четвертом квартале. Но я просто хотел поместить это на ваш радар. Есть два взгляда. И я проходил через этот процесс весь год, где есть одна группа людей, и все, что они делают, все, что они делают, это говорят вам, что мемные монеты полетят на Луну, потом они падают на 50%, они тихо пропадают и потом возвращаются, когда рынок опять растет. Но нужно быть аккуратным. Всегда есть риск падения. Это не означает, что не надо иметь вовлечения. Альтернатива в том, что вы просто сидите ни в чем годы напролет. И у вас нет вовлечения. Так что для меня, что я делал последние пару лет, как я упоминал много раз, это я просто лимитировал его биткоином. Потому что мое ожидание было в том, что биткоин обгонит по большей части все. Теперь, когда эфириум к биткоину под точка 0.4, мне кажется, что имеет смысл начать хеджировать эти взгляды. Есть шанс, есть шанс, что эфириум к биткоину нашел дно. Но эфириум к доллару может все еще пойти ниже. И это одна из тех вещей, где, мне кажется, людям трудно понять почему. Ну то есть, как эфириум может пойти ниже, если он нашел дно к биткоину? Это просто то, что произошло. Это то, что произошло в 19-м. Это единственная причина, по которой я это упоминаю. Если бы этого не было в 19-м, я бы это не упоминал. Вы бы просто посмотрели на 2016-й, где эфириум к биткоину и эфириум к доллару нашли дно одновременно. Если вы посмотрите на 2016-й, эфириум к биткоину нашел дно в декабре. В то же время, когда эфириум к доллару нашел дно. Но в 2019-м, если вы наложите эфириум к биткоину на график, эфириум к биткоину нашел дно здесь. В первую неделю сентября, прямо после этого, эфириум к доллару поднялся к ленте поддержки бычьего рынка в следующие три недели. Прямо после этого эфириум поднимался три недели к ленте поддержки. И если вы перемотаете на этот цикл, вы можете сказать, что если это минимум. Если это минимум, и я не знаю, так ли это, но если это минимум, предположим, что это так. Если это минимум, вы можете видеть, что так же, как в 2019-м, он поднимается к ленте поддержки в течение следующих трех недель. Он еще не там, и может, туда не доберемся, но он не так далеко. Еще 100 долларов, и он там. Если он доберется до... Да, 28 сотен 42 доллара. Это 21-й экспоненциальный. Но вы видите, как это похоже. Так что эфириум к биткоину нашел дно в сентябре 2019-го. И потом эфириум поднялся к ленте поддержки после того, как эфириум к биткоину нашел дно. Эфириум к доллару поднимается к ленте поддержки после дна на эфириуме к биткоину. Но потом эфириум отвергся от ленты поддержки бычьего рынка. И потом попросту он шел боком до ноября, и потом упал опять, и еще раз в декабре, и на этом был конец. И рынок начал расти, и потом у нас была жесткая посадка. Так что, когда я смотрю на это, я думаю, окей, имеет смысл, что эфириум может подняться к ленте поддержки, и потом вопрос, пробьется ли он, или отвергнется. Биткоин пробивается. Вопрос, тем не менее, для биткоина. Будет ли это еще один уменьшающийся максимум, как в 2019-м? Вот здесь ли мы, где он пробивается, или вот здесь, после первого среза ставок. Видите разницу? Так что, это действительно зависит. Если биткоин просто продолжит расти, есть шанс, что эфириум последует. Если эфириум отвергнется, то, очевидно, это будет нехорошо для эфира, скорее всего. Тем не менее, эфириум к биткоину может быть уже на дне. Так что, возвращаясь к эфириуму. Если вы посмотрите на 16-й, эфириум был красным в октябре, ноябре, декабре. Если вы посмотрите на 19-й, эфириум был красным в ноябре и декабре, но был зеленым в октябре. Я просто говорю, ребята, держите разум открытым, надейтесь на лучшее, и готовьтесь к худшему. Есть сценарий, где эфириум спустится в четвертом квартале, все сдадутся, и он будет расти в следующем году и выбьет мартовский максимум, так же, как он сделал это в прошлый раз через год. Когда эфириум сделал это в 19-м, вершина была в июне, и потом он пробил ее примерно через год, в июле следующего года. Но март 25-го все еще через полгода. Так что, если потребуется еще полгода для того, чтобы эфириум устойчиво пробился наверх, через мартовский максимум, да, есть время для того, чтобы эфириум показал некоторую слабость перед этим. И если он это сделает, это может быть похоже на то, что было в 19-м или 16-м, где он показывает слабость в четвертом квартале и потом отскакивает в начале 25-го. И потом растет.